После вердикта Европейского суда ООН, сегодня Евросоюз призвал власти Азербайджана выполнить решение суда и открыть Лачинский коридор. Были еще призывы, я уверен, будут еще призывы, на которые Баку вынужден будет ответить, не так ли? Безусловно. Тут нужно отметить несколько важных аспектов. Все говорят, что решение суда ООН не является обязательным для исполнения. Но тут внутри Устава ООН спрятано несколько важных аспектов, о которых я хотел с вами поговорить. Если мы внимательно прочитаем 94-ю статью Устава ООН, которая как раз рассказывает нам о том, что такое Международный суд ООН и как он действует, то мы увидим, что там сказано, что члены Совета Безопасности ООН, в который входит и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки, вы знаете, все эти постоянные члены в Совбезах, могут, используя решение ООН, применить средства для обеспечения выполнения того, что было принято. Поэтому тут все не очень просто. Я вам более того скажу, формально, если подходить с юридической точки зрения, именно это решение ООН может дать российским миротворцам, которые сегодня находятся на этой пограничной территории, в Лачинском коридоре, основание для того, чтобы обеспечить проход средств и людей по Лачинскому коридору. Поэтому с этим решением для Баку могут возникнуть серьезные проблемы. И поэтому нивелировать полностью это решение и сказать, что... Где могут возникнуть эти проблемы? Если Россия, опять же, если Россия захочет, и тут вопрос, захочет или нет, обеспечить выполнение решения ООН, то она может формально использовать вот этот вот, вот эта последняя самая новость о том, что вы говорите, этот повод для того, чтобы сказать Баку, мы здесь не за то, что мы армянам хотим угодить, а мы как член Совбеза ООН, исходя из статьи 94 Устава ООН, обеспечиваем проход по Лачинскому коридору. Но вопрос, господин Насаканян, захочет ли Москва использовать это? Сегодня суд ООН дал ей эти права в руки, как, впрочем, и Соединенным Штатам Америки. Да, это очень интересная вещь, ты сказал, Роберт. Кстати, Пашинян поговорил с Путиным, а потом с Генсеком ООН. Вероятно, эти разговоры тоже относятся к решению суда. Безусловно, безусловно. Я думаю, все мы обратили внимание, и вы, господин Насаканян, что вчера было голосование в Генеральной Ассамблее ООН, призывающим Россию вывести войска из Украины. И я думаю, мы заметили, как голосовали три главных акта. Армения воздержалась. Азербайджан не голосовал вообще. Турция поддержала резолюцию. Поэтому тут важно смотреть, опять же, кто какие сигналы посылает. Конечно, вы правы. В том числе, вчера Армения своим голосом, который был в пользу того, чтобы воздержаться от прямого осуждения России за действия в Украине, оставила эту дверь открытой. И по-прежнему считает, что ключи к решению проблемы находятся в видении Еревана в руках Москвы. А там дальше посмотрим, как... Хорошо, Роберт, давай рассмотрим вслед решение этого, что происходит. Руководители Армении и Азербайджана, наверное, встретятся в Брюсселе. Ты знаешь, по приглашению Шарла Мишеля и Москва заявляют о готовности организоваться встречу в Москве министром иностранных дел. Как ты думаешь, это обычная конкуренция между центрами Москвы и Брюсселя? Или более серьезная ситуация? Тут я так скажу. Меня трудно обвинить в моих каких-то симпатиях господину Пашинян, мягко говоря. Но я тут должен отдать должное армянской дипломатии. На мой взгляд, и в прошлом эфире мы с вами общались, то многовекторность, сохраняя двери открытыми и диалоги с Соединенными Штатами Америки, и с Москвой, и с Брюсселя, которую Ереван продемонстрировал за последние несколько недель с того момента, как образовался кризис в Лачинском коридоре, показывает, что да, сегодня то, что вы говорите, когда параллельно несколько предложений и из Москвы, и из Брюсселя, и из Вашингтона, мы видим, как за решение этой проблемы борются разные полюсы. И вот здесь очень важно, каким будет следующий шаг для Армении. Потому что сейчас, уж простите, тот, кому отдаст решение этой проблемы, Ереван и армянский народ в том числе, и будет зависеть, как будут развиваться события. Но я с вами согласен. Конечно же, я открыто об этом говорю, в Москве очень ревностно относятся к тому, что делает Армения. Потому что в Москве была ведь, давайте будем честны, была ведь убежденность, что нет альтернативы как партнеру у Армении, что Москва это и есть последняя инстанция, куда придет Ереван за решением своих вопросов. Но принципиальность проявлена, на мой взгляд, что для меня стало сюрпризом в том числе, так как, как я должен признать, я был скептически настроен к вот этим вот шагам. Но это принципиальность продемонстрировала, что сегодня идет борьба за то, чтобы стать миротворцем между Арменией и Азербайджаном. Поэтому это приятные новости для Еревана, что поступает несколько вариантов решения. И я надеюсь, вы, я несколько раз об этом говорю, вы и армянский народ, и господин Пашинян сможете выработать формулу, которая будет максимально соответствовать вашим национальным интересам. В это входят и заявления Вашингтона, Роберт. Разумеется. Вы знаете, господин Плинкин очень активизировался в последнее время. И опять же, давайте не будем наивными. Конечно же, хотят лишить Москву форпоста на Южном Кавказе. Это все направлено не из любви к Армении. Я думаю, наши зрители настолько наивны, чтобы понимать, кого-то там интересует решение армяно-азербайджанского конфликта и так далее. Сегодня идет массированная атака. Мы знаем, что введен очередной пакет санкций. Мы знаем, что сегодня на абсолютно всех платформах, где западные страны доминируют, высказываются против того, что происходит в Украине. И Армения сегодня, вернее, ситуация вокруг Армении, нащупана Западом, в том числе, как, возможно, Ахиллесова пята в Москве, где можно еще больнее сделать, где можно еще раз оголить беспомощность России в решении этого вопроса, если, конечно же, ЕС или Вашингтон перехватят инициативу Москвы и, конечно же, обнажить, уж простите, полную несостоятельность российской дипломатии, решить этот вопрос, несмотря на то, что все козыри были у нее. Но мы будем смотреть затем, как будет развиваться событие и посмотрим, чем это в итоге закончится. Хорошо. Роберт, давай перейдем к Турции уже. Интересная новость. Спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе, Тойво Клар Вериване, по сообщению, Клар намерен провести серию консультаций по итогам встреч в Мюнхене. Интересно, как в Турции относятся к такому развитию ситуации? Тут в Турции, смотрите, сейчас тема вообще с Армении становится важным политическим инструментом во внутренней политике и во внешней политике. Поэтому все пристально следят за этим. То, что вот о том, я надеюсь, мы еще поговорим, в Турции очень широко обсуждается участие армянских спасателей, весь символизм, который имел место. Господин Нациклен. Поэтому в Турции рады, в том числе, ведь, опять же, Турция сегодня в отличных отношениях, в кавычках. То, что мы выделили, это не декорация, да? Что, простите? Это не декорация, то, что мы выделили на днях. Нет, конечно, не декорация. Поэтому сегодня Турция, конечно же, хочет, чтобы Евросоюз пришел в регион. Потому что в Анкаре прекрасно осознают, что чем больше размывается влияние Москвы в регионе, тем проще будет играть на противоречиях разных сторон. Поэтому в Турции хотят, чтобы и Вашингтон сюда пришел, и Евросоюз пришел. А Турция, как она показывает, опять же, мы можем по-разному относиться к господину Эрдуану, но он пытается использовать сегодня украинский кризис для того, чтобы максимизировать свою выгоду и выгоду своей страны. Хотя не всегда далеко, мягко говоря, это совпадает, исходя из того, что происходит сегодня в Украине. Точно так же и на Южном Кавказе. Ведь давайте осознавать, что Турция напрямую сегодня конкурирует за влияние Российской Федерации. И в этом плане, опять же, своего общения со своими замечательными сверстниками, с которыми мы учились в одном вузе в Турции, я понимаю об этом, что для них Россия, господин Национальный, ситуативный партнер. Сегодня на одной ножке поезда едут в одном направлении. Завтра все может кардинально измениться. И все готовы к этому развороту.